привет как дела в лондон вновь пришла жара и я продолжаю серию рассказов о том где же могут покупаться гости и жители лондона в эти жаркие знойные деньки и сегодня рассказ про второй по значимости и популярности лондонский морской курорт это город бормут в отличие от брайтона он находится немножечко дальше в двух часах езды от лондона на юго-западном побережье англии в графстве дарсет если в брайтоне пляж отличается крупной гайкой и непосредственной глубиной то пляж в бормуте это песочный пляж где могут полискаться дети и потому что чтобы дойти до глубины придется пройти метров 50-100 поэтому бормут больше считается пляжем для семейного отдыха если вы знаете побережье французской ривьеры то пляж в брайтоне можно сравнить с пляжем в ницце а пляже бормуте с пляжем в каннах я была в бормуте раз 10 или 20 точно не могу сказать но периодически выезжаю туда потому что полежать на песочке очень хочется правда есть конечно свои минусы от этого когда там очень ветрено песок забивается в кожу также остается на полотенцах но в принципе вода там теплее потому что прогревается лучше потому что мелководье вообще бормут считается курортно-санаторной зоной потому что там со времен королева виктории лечились королевские персоны там очень хороший морской воздух воздух естественно чище чем в брайтоне и уж тем более в лондоне помимо этого очень много насажено ели и прямо такой аромат еловый когда идешь по городу ощущается также там находится бормутский университет и огромное количество студентов особенно фэйшн индустрии едут учиться в этот южный городок помимо этого там проходят различные форумы конференции в общем он такой еще город помимо того что он пляжный город он еще и бизнес-центр такой южный бизнес-центр в англии кроме этого в бормуте я буду кстати рассказывать очень скоро проходит знаменитое авиашоу в конце августа в начале сентября где представлено огромное количество самолетов вертолетов которые летают над пляжем и вытворяют такие виражи мама не горюль но об этом я расскажу чуть-чуть попозже не забудьте подписаться на мой канал чтобы не пропустить кроме того естественно как и в любом морском городке в бормуте есть главный центральный пирс где можно прогуляться где можно покататься на карусели поиграть в различные автоматы и рядом с этим пирсом находится очень интересный океанариум для отдыха с детьми рекомендую именно бормут потому что там очень много различных активе то есть различные деятельности именно для детей прямо напротив пирса открывается дорога в городской парк где протекает речка борн кстати бормут в переводе с английского или как это по-английски звучит бормут это устье реки борн борн это река и то есть mouth это рот устье и таких городов по великобритании много которые называются по названию устья реки портсмут веймут и так далее а портсмуте и я тоже буду рассказывать чуть-чуть попозже пока же продолжаем про бормут в парке бормута находится ежегодно поднимается в небо и катает желающих огромный воздушный шар это обзорная площадка которую поднимают в небо чтобы посмотреть с высоты птичьего полета на город этот воздушный шар называют бормутским оком по аналогии с лондонским колесом обозрения лондон ай бормут ай то есть бормутская бормутский глаз очень много концертов выставок и фестивалей проходит в этом парке помимо этого каждую среду в августе проходит фестиваль огней более 15 тысяч свечей зажигается по всему парку в различных конструкциях и в виде британского флага и в виде бабочки и бегемота или еще кого-то каждый год по-разному и каждую среду по вечерам там горят огни вот в таких вот стеклянных баночках и очень красиво это выглядит эта традиция идет еще со времен 1896 года когда в бормут приезжала французская принцесса евгения для нее в тот вечер зажгли море огней чтобы осветить ее путь куда она там направлялась на какой-то бал или на какую-то встречу уж не знаю что она там делала но вот с тех времен такой фестиваль проходит ежегодно в парке города бормут длина бормутского побережья бормутского пляжа составляет около 10 километров и вдоль всей набережной курсируют такие небольшие паровозики они как детские выглядят или как диснейлендовские куда можно сесть и прокатиться до нужной остановки по моему около двух фунтов это стоит и многие семьи с детьми или просто катаются или бывает допустим старичкам очень тяжело идти там пять километров чтобы попасть в город с пляжа там или откуда не возвращаются садятся на этот поезд и едут с ветерком бормут знаменит своими разноцветными домиками которые я очень люблю и про которые я рассказывала когда ездила в скарборо в брайтоне тоже есть такие домики это летнего типа как палатки только из дерева состоящие которые местные жители сдают в аренду можно снять на день на неделю на лето и тусоваться там то есть если вы приезжаете на пляж снял такой домик только матрас с собой прихватил надувной там можно жить туда можно принять принести плиту воду холодильник как-то там все это подключается и в принципе на ночь можно оставаться многие люди снимают такие домики приезжая на уикенд и на неделю отдохнуть и позагорать и покупаться на пляже в бормуте но и в других городах тоже есть такие домики но вот именно борту знаменит этими домиками на всех открытках такая череда домов уходящие за горизонт очень мне нравится это и я тоже очень много сделала и фото и видео именно этих домиков но они как-то раскрашивают что яркими красками пляжный курортный отдых помимо этого там естественно очень много предложений еды и развлечений много артистов приезжают выступают а мы один раз когда возвращались с пляжа видели как танцуют бразильцы что-то там на барабанах и вытворяют свои какие-то бразильские телодвижения вот посмотрите и и и и и и и и КОНЕЦ Добраться до Бормута можно на автобусах National Express, бывает так, что даже за 5 фунтов туда и обратно можно купить билет, если заранее брать. На поезде около 20 фунтов обойдется билет туда и обратно, ну и на автомобиле, естественно. Бывает так, что еще можно на пароме, но это нужно с какого-то морского побережья или с Брайтона, или с Портмута. Поэтому все, кто еще не успел позагорать и купаться, вот сейчас как раз идет 30 градусная жара, практически весь Лондон выезжает, будь то Брайтон, будь то Бормут, будь то Веймут, будь то Портланд, куда угодно люди едут. И в Плимут, тоже, кстати, Плимут. Во всех этих городах я была, обо всем буду постепенно рассказывать. Пока на этом все, не прощаюсь с вами, до новых встреч! Продолжение следует...